Это лайф, мы работаем в прямом эфире. Мои коллеги и я с головой погрузились в пучину информационной повестки дня, для того, чтобы выбрать там самые главные новости и рассказать их вам. Что ж, мы начинаем. Два года на то, чтобы разобраться, МАК опубликовал реконструкцию крушения самолёта главы «Тоталь» во Внукове. Помните, это была та самая трагедия, что произошла 20 октября 2014 года. В тот день погиб глава корпорации Кристоф де Мажери. Межгосударственный авиационный комитет восстановил поминутно, что же произошло в тот злосчастный день. Давайте вместе попробуем посмотреть и разобраться. Ну что ж, вот это видео, это реконструкция. На ней мы видим, как «Фалькон» Кристоф де Мажери двигается по взлётно-посадочной полосе аэропорта Внуково. В салоне уже находятся 4 пассажира и 3 члена экипажа. Они все готовы вылететь во Францию после московских переговоров. На улице в тот день, как известно, был снег. Снегопад шёл. Смотрите на видео в левом нижнем углу поэгоуборочная машина. На третьей минуте подготовки к вылету начинает происходить что-то по версии МАК. Вот это что-то и привело к трагедии в итоге. Итак, смотрим внимательно. Снегоуборочная машина доделала всю свою работу и начинает разворачиваться. Ну а самолёт, в свою очередь, уже находится на взлётно-посадочной полосе. Наверху видео МАК приводит диалог командира судна с наземными службами. Ничего в этом разговоре подозрительного нет. Всё в штатном режиме. И командиру дают добро на взлёт. Уверенный в этой команде диспетчера Фнуково экипаж начинает разгонять машину. Смотрите на счётчик у снегоуборочной машины. Это расстояние, которое остаётся до столкновения. Примерно за 600 метров командир замечает это препятствие и спрашивает, а что это за машина? И водитель авто, похоже, находится в ступоре. Он просто останавливает автомобиль, снегоуборочную машину. Ну, а на Фальконе в это время принимают решение поднять судно всё-таки нужно. И дальше запись обрывается. Поэтому видео становится понятно, кто же виноват в этой трагедии. МАК считает, что из наиболее вероятных причин аварии – это ошибка, в первую очередь, наземных служб аэропорта. Они не проконтролировали работу снегоуборщика и разрешили взлёт в Фалькону в тот момент, когда существовала потенциальная угроза для взлёта и посадки самолётов. Среди причин, спровоцировавших ЧП, эксперты называют также плохой медицинский контроль. Уже известно, что во время уборки водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Этот роковой день за рулём снегоуборочной машины был Владимир Мартыненко. Он уже признал свою вину, и это произошло практически сразу же. Обвиняемым по делу, кстати, проходит также ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Леденёв, а также диспетчер Круглов, диспетчер руления Архипова и руководитель полётов аэропорта Дунаев.